Так, представляетесь, все как честно, все как бы, представляетесь, как вас зовут, все? Черкеса Софья Петровна, заместитель председателя администрации Заводского района, председатель ингредиционного совета района по борьбе с туберкулезом, спидом, наркоманией, алкоголизмом. Детским или взрослым? Всем. У меня нет подразделения на детский и на взрослый. У нас нет такого. Наши движения родители против наркотиков не занимаются взрослым алкоголизмом, наркоманией. У нас все это обобщено как направление работы. Есть такая карденсина рада, видповедно, низка, видповедно, районная. Понятно. Ну что, тогда я, что же, буду традиционный, мой блок вопросов, я их уже наизу и запомню. Есть ли такая проблема? Проблема заболеваемости туберкулеза. Наркомания. Вот давайте, мы специализируем детское. Все, я спрашиваю детское. Нет, сегодня я готова по туберкулезу. По наркомании я сегодня не готова. Потому что... А уж все же рядом. Ну я понимаю, что оно все рядом. А может ходят все братья в медицах. Да, я понимаю, что оно все рядом. Вот. Но сейчас не по статистике, не естественно, не по... Нет, статистика я вам сразу скажу. Статистики нет. Все. Наконец-то у нас их было еще два года назад было четыре человека на всю Николаевскую область. Сейчас их уже нет. Нет Заводчиков. Да, это не статистика. Несколько дней назад Нероймар обрадовался, что все. Побороли. По статистике. По наркомании мы сейчас говорить не готовы. Хорошо. Давайте по туберкулезу. Как в целом по Украине, так и в городе Николаеве, так и в Заводском районе, естественно, эта проблема существует. Естественно, она затрагивает в первую очередь, скажем так, социально незащищенные слои населения, потому что сегодня она вышла уже на уровень социального заболевания. Что касается, допустим, статистики по Заводскому району, то здесь можно сказать, что в 2010 году в Заводском районе впервые в жизни заболели активным туберкулезом 113 человек, в том числе и среди них один ребенок. Сегодня на учете у нас 188 очагов заболеваемости. Можно, пожалуйста, немножко перебивать, хотя мне говорят, Юра никогда никого не перебивает. Насколько это можно умножить сразу, чтобы знать реальную цифру? Дело в том, что те данные, которыми располагаем мы, это данные, предоставленные нам районной санэпидемстанцией и городским туб-диспансером. То есть мы можем официально говорить. А вот плюс-минус, насколько можно, вот если наркоманов зарегистрировано в Николаеве 4000, и плюс-минус, говорят, от 5 до 10 нужно умножать, чтобы признать реальную цифру. В данном случае? В данном случае я не могу этого говорить, но я думаю, что действительно в реальности эта картина намного, скажем так, сложнее. Потому что есть часть населения, которая до сих пор не обследована. Это люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Это люди, которые без постоянного места. А что их на выходе разве не обследуют? Без постоянного. Их обследуют, но тем не менее они же требуют потом постоянного лечения, постоянного осмотра, чего, естественно, к сожалению, нет. Сегодня я знаю, что в области уже организовано обучение инспекторов участковых специально для того, чтобы они могли, в общем-то, даже визуально хотя бы увидеть, насколько нуждается сегодня человек в таком профосмотре и нуждается ли он в такой помощи. Поэтому мы, допустим, готовя сегодня наше районное мероприятие, будем тоже рекомендовать нашему районному управлению внутренних дел максимально обучить участковых инспекторов вот этому. Что следующее? Какие еще вопросы? Значит, умерло у нас от всех форм туберкулезов в 2010 году 25 человек. Здесь еще такая вот есть статистика, что среди всех выявленных больных туберкулезом не работающие нигде граждане составляют 75,2%. Из них работоспособного возраста 82%. То есть, если мы раньше думали, что в основном это люди уже старенькие, с ослабленным иммунитетом и так далее, и так далее, то сегодня мы видим, что это, в общем-то, молодая часть населения, работоспособная в большинстве своем. И только 10,6% среди них пенсионеров. Только лишь 10,6%. Вот. Самое главное, что болезнь не затрагивает... Садитесь. Присаживайтесь. Да, у вас длина. Ну, минута. Ну, минута. Все, у меня ошибка. Поэтому сегодня мы, понимая опасность, скажем так, вот этого явления, хотим собрать представителей общественности, представителей предприятий, учебных заведений с тем, чтобы всем вместе сообща начать в этом направлении нашего совместного работа. Как бы этот круглый стол будет открытый, могут приходить все. Этот круглый стол будет открыт. Да, мы на этом круглом столе планируем на украинском мове започатковать и дать старт. Начать. Там будет серьезный разговор. Начать акцию «Мы обираем о жизни». Конкретный будет. Там будет конкретно серьезный разговор? Или будет борьба с борьбой борется? Борьба в борьбу борьбу? Я понимаю, там некоторый сарказм, да, вот, естественно, ваши вопросы, потому что мы боремся очень давно, еще, скажем так, с... Ну, за 12 лет своей журналистской деятельности я перебывал на огромном количестве... Столов, советов и так далее. Сегодня Всемирная организация здоровья ставит такой девиз... Мы уже провели встречу с... Да, мы прошли встречу с... Всемирным днем борьбы с туберкулезом 2011 годом, Всемирная организация здоровья, поставлен такой девиз. Борьба с туберкулезом продолжается, переориентация борьбы на ликвидацию туберкулеза. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что сегодня мы туберкулез не победим. Просто так, вот, тем, что мы соберемся на круглый стол и поговорим, и на этом сразу все начнут вести активную работу, и мы победим в течение двух-трех лет туберкулез, как здесь ставят задачи к 2015 году. Мы реально понимаем, что этого не будет. Для того, чтобы сегодня, как бы, эту проблему облегчить, скажем так, да, эту проблему облегчить, нужно начинать формировать у людей уже с малого возраста навыки здорового образа жизни. Кто это сегодня может делать? Это может делать сегодня школа, родители, учреждения культуры, спортивные учреждения. Когда будет в ребенке заложен главный принцип – здоровый способ жизни. Мое здоровье – это моя в будущем здоровая жизнь. Это возможность получения профессии, возможно быть полезным обществу и так далее, и так далее. Это то, что самое первое. Что дальше? Сегодня мы уже провели встречи с представителями сети супермаркетов, которые находятся на территории Заводского района. Вместе с нами работает главврач городского диспансера, очень активная Деник Татьяна Дмитриевна. Мы встретились с руководителями супермаркетов. Мы попытались, да, попытались объяснить им, вот, скажем так, ситуацию, проблему. И почему именно с ними? Потому что это, скажем, торговая сеть, которая задействует очень много людей, как своих работников, так и людей, которые к ним приходят. И не секрет, что даже среди работников супермаркета есть люди, которые сегодня страдают в ходе профосмотров, были выявлены больными на туберкулез. Поэтому это очень и очень важно. Вторая категория, да, роздали мы им наглядный материал, наши флайера, наши плакаты. Мы подготовили текст, скажем так, радиотекст, который будет в ходе месячника борьбы с туберкулезом. Будет озвучиваться для того, чтобы привлечь внимание и посетителей, и работников. Это необходимость пройти медосмотр. Здесь же мы предусмотрели уже, что по графику будет работать в этих точках, где расположены супермаркеты, передвижной флюорограф. То есть попытаемся максимально приблизиться к людям. Второе, мы провели встречу с представителями, с руководителями даже наших коммунальных предприятий, то бишь ЖЭКов. Почему? Потому что именно работники ЖЭКов сегодня знают своих людей, которые проживают у них на территории. Знают те семьи, которые больше всего, возможно, могут быть подвержены этому заболеванию. И даже то, что они сообщат хотя бы нам, сообщат руководителю ЖЭКа о том, что вот там есть такая-то семья, и скорее всего, что там может быть, не дай бог, вот такой очаг распространения заболеваемости, что они нуждаются в нашей помощи. Это уже тоже как бы маленький шажок вот в этой борьбе, о которой мы с сарказмом сегодня говорим. Вот, поэтому, как бы, вот мы даем старт такой серьезной, организованной, планомерной работе. 21 марта. 21 марта. В 13.00 мы приглашаем всех желающих принять участие в заседании Круглого стола, который состоится в Женезнодорожном техникуме на третьем этаже в метод-кабинете. Спасибо.